Дорогие друзья, на календаре у нас сегодня 20.08.2022. Мы находимся возле частного сектора. Я его снимал в этом году. Это Лазурная 12. Будет пересъем. Почему? Потому что цена пад. С 25 числа здесь можно отдыхать будет уже по 400 рублей с человека. С 15 сентября уже по 300 рублей с человека. Но мы стоим под виноградниками, как раз таки на их парковке. Смотрите, ребята, еще и черный виноград есть. Улица Уютная. Парковочка вдоль всего дома под виноградниками. Это улица Лазурная. Здесь тоже есть парковочные места. Рядышком фрукты, овощи, магазин. Куча разнообразных шашлыков. Здесь также готовят. Вот она, та самая маршрутка. Она так туго, на которую вы можете уехать на тихую чистую гавань. Купаться там в офигенном море. Я с утра сегодня был. И мы в конце видео с вами обязательно там побываем. Полисадничек. И у гостевого дома есть своя мангальная зона. Сюда выносится мангал. Сели, пожарили шашлычок. Вдруг вы хотите сапись себе приготовить. Хотя в этом году цены на шашлык бьются рекорды. Здесь в районе по 45, по 60 продают. Я не вижу смысла. Мне кажется, если саму купить мясо, уголь выйдет гораздо дороже. На входе есть ногомойка. И заходим во двор. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши подписчики отдыхают. Как зовут вас? Представьтесь. Очень приятно. Алексей, вы откуда? Это ваш сын? Да, Денис. Здорово, Денис. Из Берусска, области. Как он здесь отдыхается? Хорошо. Вы сегодня уже второй день, да, получается? Отношения хозяев как? Очень красивые. Все чистенькое. Это самое главное. Мы приехали рано утром, нас приняли хорошо. То есть не сказали, идите погуляйте, у нас в 12. Все готово было. Нет, в 3 ночи приняли замечательно. Это шикарно. На море где были? Пока еще только на местный пляж сходили. Только пешком сюда прогуливались. Сколько до моря пешочком, если пешком идти? Минут 15-10. То есть 15 минут, так до моря вы прогуливались? Понял. Ты ходил? Куда? На море? Нет. Ты в бассейне купался? Да, он уже с утра. Тебе моря не надо? Ты же на море приехал. Да, я сегодня его иду. Бассейн понравился тебе здесь? Тебе здесь весело, все хорошо. Познакомился с детьми, которые тут отдыхают? Я тоже ютубер. Красавчик. Вам хорошего отдыха. Спасибо за ваш отзыв. Огадарин. Давай, мочи, ютубер. Территория, вы можете увидеть, что в этом году здесь есть бассейн. Только что получили отзыв, что бассейн хороший. Есть лежаки в отдыхе в бассейне. Водичка работает с фильтром. То есть все отлично. Есть детская площадка, батут и качельки, чтобы покататься. Также в гостевом доме есть вот здесь туалет и душ с раковиной, чтобы не бегать в номера. Есть столики для тех, кто хочет поесть. Также работает кухня до 11 часов. То есть есть плита, наборы посуды, холодильник и возможность постирать. Стиральная машинка, пожалуйста, за отдельную плату. Вот такая беседка, это зона отдыха. То есть вы пришли также, допустим, если захотели, пожарили шашлычок, либо просто сели, отдыхаете, кафуете. Где-то 1,3 кг здесь до моря. Пешочком прогуляться. Примерно одинаковое расстояние, что до пляжа «Жемчужная Россия», что до пляжа по улице Светлой, там, где я живу, в шаговой доступности. Но я бы ездил на маршрут. Ручку сел и поехал. С другой стороны, вы приехали отдыхать, и можно прогуливаться. Почему на маршрутку? Вот мой выбор, потому что там лучшие пляжи, я считаю, далеко от всех жизнедеятельностей продуктов нашего человека. И там море самое чистое. Вот сегодня с утра я нырял, я самое прозрачное море увидел за все это время. Это нереально круто. На втором этаже мы с вами смотрим восьмой номер. Сюда ведется такая вот широкая лесенка. Она очень удобная и не звучная, что очень важно. Здесь на входе есть место, куда повесить и сложить ваши вещи. Есть холодильник в каждом номере. И кроватки выглядят вот так вот. Две односпальные, одна двуспальная кровать. То есть номер довольно-таки уютный. Есть зеркало, телевизор, тумбочки, пледсистема. И, конечно же, в номере есть балкон. Балкон уходит на тот виноградник, с которого я с вами сегодня начинал. Есть стол, два стула, место, куда повесить ваши вещи. И посмотрите, какой шикарнейший вид простынка. Если у вас тут стоит машина, то вы вообще будете всегда контролировать ее. И вам будет тихо и спокойно. В номере есть санузел, то есть душевая зона, туалет, раковина, зеркало. То есть все, что вам в основном надо на отдыхе здесь имеется. Места, ну, в принципе, много. Этот номер сейчас можно снять за 2000 рублей. За четверых заплатив по 500. Если вы приедете с 25 августа, то уже будет стоить по 15 сентября по 400 с человека. Если после 15 сентября 300 рублей с человека. Вот такая ценовая политика. Я считаю, что это прям шикарно. Своим бассейном, кухнем приезжайте, отдыхайте. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Алена. А вас? Я сынок. А ты? Елисей. Откуда вы к нам приехали? В Беларусь. О, Беларусь вообще привет. В этом году я так рад, на самом деле. У нас столько беларусов приехали на отдых. Много, а куда еще ехать? Спасибо, что к нам. Как минимум, будем рады вам в следующем году. Как вам здесь отдыхать? У меня вот отзыв именно на гостевом доме. То есть, как отношения хозяев? Отличные. Исаак встретил. Причем мы приехали поздно ночью. Потому что по времени дорога снимает много. Ну, все замечательно. Номера чистые. В окна комфортно. Бассейн чистят. Дети купаются. Все супер. Нам нравится. Какие-то минусы, может? По факту пока не было особо. Даже шум. Очень в комнатах такая звукоизоляция хорошая. Не слышно ничего. То есть соседей не мешает. Да, даже детки маленькие, вот, что плакали, кричали, как визничали. Вообще ничего. О, это шикарно. А на море куда ходите? Ходили на центральный, ездили на тортугу. На центральный это на параллели выходили? Или на светлые? Рядом с Витой, где детство. Светлая улица. А сколько по времени у вас здесь, Мишлин? Ну, минут 15-20. То есть недалеко, в принципе, комфортно? Нет, нормально. Тихим шагом спокойно прогулять. Там где-то тенечек есть. Где-то палатки дети отвлеклись. Нормально. Где понравился больше пляж? Светлая или тортуга? На Вите больше, потому что там чисто. Спасатели постоянно контролируют. Ну, и буйки для того, чтобы дети были с вами. То есть понравилось больше даже пешочком ходить. Стоит ли сюда приезжать? Стоит. Спасибо большое. Вам хорошего отдыха. Помимо того, что мы с вами посмотрели там внизу, зоны отдыха, да, очень много. Еще и здесь столики стоят. Друзья, в правом верхнем углу я размещу ссылку и под видео на то, где вы можете посмотреть полный обзор. Мы здесь больше показываем номеров. К сожалению, сейчас во всем гостевом доме свободен только один номер. И видео, в принципе, для тех, кто собирается к нам ехать, я думаю, что будет очень полезным. Заходите в описание к видео, либо вот здесь в верхнем углу, ну, либо в поиске Лазурное 12, Юрий Азаровский, набирайте и посмотрите уже третий ролик про этот гостевой дом. Все, кто приезжает, пишут хорошие отзывы, это самое главное. И тебе еще раз привет. Мы же с вами сейчас отправляемся на пляж. К сожалению, пациентам я все-то постеснялись здесь рассказывать, хотя в прошлый раз все было хорошо. И вот она, смотрите, маршрутка. Если не ошибаюсь, она по 40 рублей стоит туда уехать. Но я сегодня поеду на машине на своей. То есть сели, добрались, вот прямо возле гостевого дома она проходит. Ходят они, по-моему, каждые там 10 минут, то есть туда-обратно, очень легко уедете. Если вы приезжаете на своей машине, я могу вам даже посоветовать пляж, Пионевский проспект 267, а, между пансионатом Одиссея и Черноморец. Там бесплатная тоже упаковочка и выезд в эту сторону. Хорошее тоже море, но все-таки тихая чистая гавань будет более привлекательна. Напоследок мы еще сидим виноградом. Блин, как я обожаю. Конец августа, начало сентября. Это наш местный виноград, цены падают. Арбузы уже у нас тут по десятке, говорят, продают. В общем, это очень, это кайф. Арбузы вот примерно вот такие. Это мне Алексей, мой подписчик, фантазер, привез сегодня со Ставрополя. Спасибо тебе. В маршрутке вы приезжаете до этой остановочки. Называется Тихая чистая гавань. И дальше идете на пляж. Здесь продается квас, разные товары для тех, кто любит поплавать в море. Эти круги, маски, ласты, водные пистолеты для игры. Все здесь есть. И также очень важным является, что имеется настил. Сюда люди приезжают, становятся палаточками, отдыхают по полной программе. Есть камеры хранения и туалет. Ценки, в принципе, как везде, там 20-30 рублей. Можете узнавать камеры хранения, по-моему, 100 рублей. Стоимость душ также есть. Как же печет солнце, я кепку вставил в машине. А зря. Сегодня очень жарко, дорогие друзья. Время на часах у нас 11.37. То есть, до сюда я доехал где-то за 10 минут на машинке. Хотя сейчас самое пик во время и машин довольно-таки много. На пляже у нас есть мусорки, место для курения, переодевалки, навесы с лежаками и возможность снять бунгу. Вот видите, ребята, в семье приехали, целый такой домик все сняли, опустили шторки. Здравствуйте, хорошего отдыха. Очень приятно. Отдыхают, видите, с лежаками, своей семьей. Так, смотрим, мохито 250, 350, 450. Можно прикупить и разные вкусности продаются. Здесь шашлычок, чебуреки, кстати, почему-то закрыты. Под навесом лежачки стоят по 250 рублей, а с грибком два за 800 идут. Там что-то тысяча или полторы стоимость было. Катамаранов тоже я что-то не вижу на этом пляжике. Вроде в этом году они сверхпопулярные, все катаются. А, все почему не вижу, вот они сверхпопулярные, все в море уже уехали. Пляж, вы видите, что не загружены людьми. Причем это мы в 12 находимся, подковочные места там мало было. Туда дальше я смотрю, что гораздо больше людей. Насколько хорошее место для вашего приезда. Температура воздуха 37 градусов, практически 36,5. Ну, пятерка округляется в плюс туда. Это что-то. Ну и вот такое вот море вас ждет, если вы сюда приедете. С утра сегодня море было портфалатное, 26,1. Сейчас я уже чувствую, что водичка прогрелась. Прогрелась, причем довольно-таки сильная. И мы с вами сейчас ее будем замерять. Друзья, напрямую номера телефонов. Приезжайте, отдыхайте за вот такие суммы. У нас приезжайте на лучшие пляжи на море. Загораете под нашим анапским солнцем. Купаетесь из воды. Можно где вылазить. В ближайшие дни у нас ветров с волном не будет. Будут наоборот севера. Они не должны остудить море, потому что море уже прям прогрелось очень сильно. И поэтому, я думаю, что будет просто топовый отдых. Я все испугался. Думал, у девушки трусов нет. Нет, вроде бы виднеется. Просто песком немножечко присыпало. В общем, отдых идет по полной программе. Я, конечно, счастлив, что столько у нас отдыхающих в этом году. Чувствую небольшую свою заслугу. Спасибо всем, что вы приезжаете. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok